ладис и джентльмены всем здрасте вы на канале покемоша лайф а это значит что ближайшие 15 или сколько там минут мы проведем с большой пользой для себя в l22 m вот что важно и только старые добрые мадимео дали старт этой прекрасной машине в миниатюре я долго думал долго думал но вот смотри сначала мадимео выпускает в l60k хорошо это я могу понять затем свет увидел чм 3 ладно допустим третьим на очереди становится через 4т уважаю а вслед за ним парик овечка ошалеть но это еще не все из мартыновских печей мадимео выкатывают тепловоз step 10 пассажирский и зеленый и вот сейчас они утверждают что уже подготовили в l22 m этот сверх электровоз который одним своим видом способен и все такое однако не будем заниматься славоблудием лучше по тихому откупорим кубышку тарам тарам и вот она эта коробочка в которой должен находиться в l22 m давайте же откупорим кубышку я еще никогда не видел модель в l22 m от мудиме о следующий спойлер вы пока не смотрите и мы и мы видим и мы видим и мы видим в l22 m а шалеть фига себе пельмешки вот он электровоз ребята и вот журнал наши поезда это уже номер шестой от мадимео давайте же распукорим эту посылку ну вот друзья моя распаковка завершена и по итогу мы получаем следующие девайсы журлик открытку и наконец гвоздь программы локомотив электровоз в l22 m это как час 4t только в l22 m начнем по традиции журнала электровоз в сторону открытку вообще бы не надо было показывать раньше времени но ничего вот он легендарный журнал наши поезда номер 6 от модель мио в l22 m 2026 эта машина который стоит в музей на рижском вокзале а здесь она видите еще горячий даже с грузилом едет как обычно три раздела электровоза семейства первых судьба машины человека и шедевр культуры про какие-то там вокзалы 1892 это щербинка эта машина на экспо катается вот тогда ее сфоткали последний электровоз с урамским кузовом это точно в l22 m стали первыми крупно серийными электровозами ссср и последними с кузовом так называемого сурамского типа сурамский перевал суровый чуть менее чем полностью с подъемами по плюс сто пятьсот тысячных естественно был электрифицирован одним из первых и покатили там электровозы сначала американские серии с потом итальянские с и а затем и советские в l19 в l22 стал апгрейдом девятнашки сохранив прежний кузов электровозы семейства первых а это обычная пассажирская машина но по крайне с пассажирским поездом на участке ермак чусовская еще девяносто пятый год вот пожалуйста 2026 в музее на на рижском вокзале рядом d1 надеемся что моде мио когда-нибудь сделают и голову d1 ставь лайк если тоже хочешь увидеть модель d1 в серии наши поезда старомодные конструкции год создания скорость мощность вроде как первым в l22 m стала машина с номером 185 выпущенная невзом в 1947 году однако известно что завод динамо еще в сорок первом оснастил одно из своих в l22 новыми на тот момент тэдами пресловутыми dp 400 получается начало производства нашего сегодняшнего героя не сорок седьмой а сорок первый год речек а вот и кабина нашего героя точнее фрагмента этой кабины всего-то четыре прибора точнее шесть но два прибора сдвоенных кстати даже он еще пятый прибор сверху это указатель напряжения сети и вот эти четыре прибора располагаются в такой огромной чудовищной тумбе не менее чудовищный чем контроллер машиниста манометра еще больше а вот эти электрические амперметра не такие же как были на выл-60 да уж не жалели тогда материалов вот она картинка который нужно ламинировать и в рамочку а вот и открытка вот сейчас пришло время открытки смотрите 2026 с грузином полувагоны интересная деталь на картинке участок постоянного тока однако мы видим одинарный контактный провод скорее всего это связано с тем что из-за большого путевого развития необходимо было немного упростить контактную сеть вот она открытка видите на такой сепии под старину 5790 все равно небольшой тираж эти открытки нужно беречь а вот что это за такой кругляшок может быть это для электропониматических тормозов клеммная коробка если так то этот электровоз был когда ты пассажирским судьба машины человека вот щербинковская машина смотрите 92 год на кольце в щербинке как исторический экспонат электровозы vl-22 носили прозвище крокодайл музыкальная шкатулка мало кто знает но vl-22 в узких кругах имел кличку скворечник легенде на скорости и открытой двери в кабу иногда залетали невнимательные птички-невелички вот наверно не офигевали летишь себе на эшелоне никого не трогаешь триммеры щелкают и вдруг фигак и ты уже в кабине электровоза 6 и наконец шедевр культуры что это за вокзал ярославский а здесь вангуем заметка от товарища вульфов точно алексей вульфов ярославль в общем опять-таки коррелируется вокзал и вот эта заметка немножко рекламы наши мотоциклы от мадиме его оказывается даже такая серия есть вятка электрон а здесь спойлер спойлер следующего номера тэп 60 от мадиме его тэп 60 это легендарный тепловоз всего мадиме планирует 50 выпусков каждый масштабе 1 к 87 подписки доставка будет бесплатной и по моему даже стоимость каждого журнала будет ниже пожалуй пришло время ознакомиться с самой моделью тарам и вот он гвоздь программы в l22 и наши поезда мадиме его масштаб 1 к 87 первое впечатление модель выглядит солидно и вполне себе смахивает на ходовой полноценный электровоз тяжеленькая кузов из пластика рама видно рама из металла начнем знакомство с крыши прожектор на этих электровозах еще паровозного типа на модели он выполнен также отдельной деталью и здесь появилась интересная фишка не только корпус и стекло но даже имитация лампы прожекторной вот она хорошо видно клево песочные бункеры вот такие лючки довольно необычное решение песочный бункер располагать впереди но в то же время имеется бункера и по бокам как на всех остальных электровозах складная лестница выполнены также отдельной детали эта лестница имеет блокировку столько приемником иначе говоря при разложенной лестнице только приемник поднять будет невозможно по крайней мере на исправном электровозе сами токоприемники понятно что рога неподвижные но они вполне себе достоверные в этот раз опять-таки угольные вставки выполнены черным а у косина красным кронштейны изоляторы нижней верхней рамы очень тоненькие достоверные комплект пружин механизм подъема токоприемника пневматический цилиндр в целом рога выглядит очень убедительно также отдельной деталью показаны трубопроводы вот один трубопровод и вот второй а вот главные резервуары 4 резервуара тоже трубочки от них отходят переходим к кузову вот он наш кузов вот этот балкончик так называемый кузов сурамского типа машина вл-22м способна работать по системе многих единиц об этом можно судить по вот этой колонке с розетками межэлектровозного соединения розетки эта тема мы знаем что лишь половина вл-22м имела рекуперативные торможения и внешне это легко можно определить по количеству розеток без рекуперации машины были вот такими а с рекупераж и снизу прикручивалась еще одна четвертая розетка вот такой лайфхак буферные фонари выполнены также отдельно деталью они паровозного типа вон имитация кронштейна на котором этот буферный фонарь располагается ну и сам фонарик с отдельным стеклышком и даже белой окантовкой прекрасные фонарики вот такие видите цепочки ну то есть как бы цепочка защитные все окна кабины и машинного отделения имеет отдельные уплотнители имитацию уплотнителей парован дикали на электровозе в этот раз нет зато есть таблички табличка нефза и табличка заводская нефзовская табличка в таком же виде просуществовала вплоть до электровозов в 86f и даже дальше это как бы стилизованный только приемник внутри которого буковка н жалюзи забора воздуха но по этим жалюзи видно что все-таки кузов пластиковый очень аккуратно окрашена модель отдельного внимания заслужит интерьер кабина машиниста если пригодится то в кабине можно наблюдать контроллер к м4 а также сидушки более того там даже представлены три печки вон они видны располагаются на противоположной стенке и даже имеется колонка ручного тормоза кабина просто великолепные наш пациент не всегда носил нынешнее имя первоначально его называли sm22 типа сурамский модернизированный с нагрузкой от оси 22 тонны затем больного переименовали в привычный персоналу вл-22 присвоив номер 146 продолжив таким образом номерной ряд вл-19 экипажная часть на модемиовских машинах традиционно высокого качества не стал исключением и этот электровоз мы уже обратили внимание что автосцепки стали подвижными как и на тэп-10 она может перемещаться относительно своей оси очень правдоподобно выполнен путь очиститель еще паровозного типа два рукава тормозной питательной магистрали вот такой массивный буферный брус особенностью электровоза в серии вл-22 и вл-19 является то что все тяговые тормозные усилия передаются через рамы тележки имеется жесткое меж тележечные соединения в принципе это в какой-то степени показано и на модели от модеми его как мы понимаем обе тележки выполнены одной деталью хорошо видно металлическая рама электровоза колеса на этот раз окрашенная в белый причем белым покрашены только бандажи колесный центр остались черными и они спецованные ребята вон видно спицы видите спецованный колесный пар это классно изначально все эти электровозы имели буксы с подшипниками скольжения собственно из-за этого они назывались муфлонами в некоторых депо но здесь уже более прогрессивное техническое решение роликовые буксы тем не менее вот такие массивные массивные рамы тележек все открыто сверху архаичные рессоры на таких стойках огромные тормозные цилиндры просто чудовищная тормозная рычажная передача вот они видите сверху снизу всякие тяги проходят модемио конечно воспроизвели все это очень классно вот они тяговые электродвигатели dp-400 тяговые двигатели dp-400 главное отличие vl-22m от vl-22 который имел dp-340 цифра означает мощность в киловаттах соответственно часовая мощность всего vl-22m 2400 киловатт видно что тележки могут разбираться и вот отсюда хорошо видно спецованные колесные пары как по-вашему лучше белым красить бандажи или серебрянкой как на т.п. 10 а вот вопрос где здесь катушки а л.с. н. можно предположить что в то время их еще не было но нет катушки в наличии и они инсталлированы в сам путь очиститель то есть вот такая жесткая рама каркас вот они катушки видите общее впечатление машина выполнена на высоком профессиональном уровне пришло время ходовых испытаний нашего героя мы располагаем вот такими рельсами от madimeo и сейчас поставим на них электровоз посмотрим как он будет на них смотреться вот так не ну красив конечно красив как по-вашему какой цвет был бы здесь предпочтительней зеленый синий или красный интересно что в качестве компрессора на нашем электровозе использовался э-500 привет от вел 60 как ни странно 22 продолжает успешно работать например 1892 щербинковская машина мою видели на экспо или электровозы бокальского рода управления говорят что даже 1729 который стоит в питерском музею полностью комплектен и работоспособен друзья товарищи вот такая она модель vl 22m от madimeo машина вполне копийный хорошо проработанная и аккуратная займет достойное место в коллекции или на макете напишите как вам этот электровоз оценивайте ролик подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые клёвые видосики и все такое всем спасибо за просмотр всем удачи и до новых видео